Здравствуйте! Вы смотрите программу специальное интервью в студии Марии Шматковой. Сегодня у нас в гостях Андрей Ткачук, специалист Одинцовского молодежного центра. Здравствуй, Андрей! Добрый! Очень рады приветствовать себя в нашей студии. Поздравляем с прохождением еще одной высоты знаковой. 42 километра позади, дорога жизни позади. Расскажи об этой акции. Ну, сама по себе акция-то проходит уже очень давно. То есть, располагая фрагментом дороги жизни, которая фактически представляет из себя череду мемориальных объектов, было бы странно, если бы спорткомитет Санкт-Петербурга никак ее не задействовал. И рано или поздно так и произошло. То есть, на этом отрезке дороги стали проводить мероприятия, в том числе беговые, в том числе марафон там появился. И мы до какого-то момента на это все смотрели со стороны. В 2020 году впервые мы попытались принять участие, но по известным причинам не попали. И в 2021 появилась такая возможность поучаствовать виртуально. Вот, кстати, медаль, да? Это за прошлый год. И соответственно... Бегу за Ленинград. Да. Там она двухсторонняя. Как раз сразу предусматривает два события. Прорыв, блокады и полное освобождение от блокады. 27.01.1944. Вот. И таким образом, в условиях ограничений, мы приняли участие впервые, пробежав 10 километров здесь. То есть, там дистанции разные выбирались. Каждый мог пробежать столько, сколько он может. От километра до полной дистанции марафона. И в этом году было принято такое решение. Меня туда направить. Вот. И осуществить забег непосредственно уже в составе группы марафонцев. Как готовился к этому событию? Потому что 42 километра, зима, достаточно сложные погодные условия, метель, сильный ветер, каша под ногами. Ну, просто действительно очень тяжелые были условия. Готовился под руководством чуткого тренера. В школе уже там три года, наверное, подряд. Сам марафон уже третий. Но, опять-таки, для телезрителей, наверное, правильно сказать, что на такие дистанции самостоятельно, конечно, лучше не готовиться. То есть, должен быть специалист, который на вас смотрит со стороны и говорит, делай так, так не делай. Но это не просто. Вот сегодня я проснулся и решил, что завтра я пробегу 42 километра. К сожалению, такая категория людей есть. И более того, одна из самых толково действующих служб на вот этой трассе Дороги жизни – это как раз скорая помощь, реанимация и МЧС. Потому что… То есть, такие истории заканчиваются не очень хорошо. Каждый марафон, он потенциально несет в себе опасность для участников. Почему? Потому что, ну, случиться может очень много. То есть, возраст участников разный, состояние разное, подготовка разная, амбиции разные. Опять-таки, в этом году получилось так, что большинство готовилось все-таки к асфальту. То есть, и температура, и погода, и работы коммунальных служб, они все говорили, да, все говорили за то, что бежать придется в таких условиях. А получилось, как всегда. То есть, лед, вот этот снег, сам снегопад, он прекратился через какое-то время, но по факту стартовали мы тоже так очень интересно. Но в любом случае случится может что угодно. От спазма какой-то мышцы, да, там свело ногу до вполне конкретного ухудшения здоровья. И вот кто за марафонами следит, особенно за московскими, там всегда тоже эта служба действует очень хорошо. И летом еще более-менее все в порядке, потому что, ну, там тебе захорошело, скажем так, да, там, ты можешь дождаться волонтеров, спокойно, самостоятельно попытаться там что-то сделать. А зимой действует еще один фактор, потому что разгоряченный спортсмен, да, внезапно останавливается и резко начинает остывать. И вот здесь очень важно, чтобы, конечно, вовремя помощь была оказана. Но это я все говорю не для того, чтобы там напугать, а для того, чтобы предостеречь, что все-таки это очень серьезная нагрузка на организм. Это не просто даже марафон, то есть вот зимняя вот эта трасса, дорога жизни, фактически это такой трейловый забег, когда под ногой все гуляет. Вот, то есть если человек до этого не готовился, серьезно и специально не занимался, то, скорее всего, все это приведет к травме. С каким чувством ты вышел на старт? Чувств всегда много. То есть здесь правильнее, наверное, было бы обозначить, что существует очень большая группа людей, которые даже в 22-м году они выходят с рюкзаками или там с какими-то специальными жилетами, на которых они размещают фотографии родственников. И прямо пишут, я бегу вот за них. Некоторые бегут для того, чтобы преодолеть себя, некоторые бегут для того, чтобы преодолеть дистанцию. Некоторые для себя выбирают какие-то другие мотивирующие вещи. Тут, опять-таки, для конкретной дороги жизни 1600 человек, и все вышли, каждый для себя что-то решая. Лично для меня, во-первых, эта история очень многоплановая, потому что у меня 4 человека среди родственников, которые связаны с Санкт-Петербургом, с Ленинградом непосредственно. Двое попали в эвакуацию, один, к сожалению, не пережил. А еще двое освобождали Ленинград в разное время, в разных частях. Может быть, еще кто-то есть, и дальнейший поиск он еще кого-то выявит. Но вот уже 4 человека есть. Это раз. Во-вторых, телезрители, наверное, помнят, как мы в 2020 году, прямо перед пандемией, успели с нашей организацией, жителей блокадного Ленинграда, выехать туда. И проехать по очень знаковым местам. Это Пискаревское кладбище, Арейнбамский плацдарм. Туда приехали, там с кадетами встретились, которые впервые увидели блокадников. Ну, такие кадеты, к сожалению, вот уже тоже появились, и блокадников становится все меньше. Ничего удивительного в этом нет. В этом году, к сожалению, как и в прошлом, наших молодых сердцем жительниц блокадного Ленинграда вывезти туда нельзя. И еще вот один такой аспект, что я поехал туда, ну, фактически, как такая маленькая делегация в себе. То есть, я всем позвонил сначала, сказал, что вот, у нас программа двухдневная, еду, буду делать то-то, 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 следите. Потом позвонил. Что они тебе говорили? Какие слова, допустим? В основном, что береги себя, если вдруг не дай бог что-то, прям сразу отказывайся. Тем не менее, вот ты бежал, чувствуя, что они бегут с тобой рядом? Ну, условно. Там все иначе. То есть, у нас же получилось как? В чем была особенность вот этого выезда? Мы приехали в субботу и сразу с одним из ведущих историков по вопросам блокады Баиром Клюменьевичем и Ренчеевым сели в автобус и на 12 часов уехали на экскурсию. То есть, вот это невероятный талант человека говорить 12 часов подряд, фактически без остановок. И мы проехали, вот если в 2020 году это были конкретные какие-то точки, то здесь мы выехали прямо вот на маршрут, по которому от начала до конца, да, вот сохранившийся фрагмент Дороги Жизни, конечно, без выхода на лед. Но, тем не менее, по всем таким знаковым объектам мы проехали. Причем это не просто мемориальный объект, это вот это ожерелье из этих объектов. От полуторки до цветка жизни, все вот это расстояние. При этом говорили не только о подвиге, не только о тяготах, но и о быте, и там еще о каких-то моментах. И увидели своими глазами вот эти перевалочные пункты, когда вот только-только эвакуировали людей, что они видели первым, куда они попадали, там наверняка и мои родственники оказались в свое время. Увидели музей, который, в общем, тоже очень сложную судьбу пережил в Кабоне. Он пережил пожар, во-первых, во-вторых, в ноябре ковид забрал его директора. Это был подвижник, дядя Коля Миронов, который остаток своей жизни посвятил тому, что он собирал информацию о водителях. То есть, просто чтобы, опять-таки, наши зрители понимали, установить доподлинно судьбу и историю всех тех, кто принимал участие в функционировании дороги жизни, до сих пор очень сложно. И вот дядя Коля, он собирал прям вот стендами по 100 человек, они стоят у него на одном из участков. И вот мы с ним уже очень плотно общались, когда выяснилось, что у нас у одной из девочек как раз прабабушка была автомобилистом. Он тоже там про нее пытался данные собрать, но ковид никого не щадит. Соответственно, мы приехали туда, посмотрели ряд мемориальных объектов, и в том числе первый, связанный с захоронением тех людей, которые защищали и работали на этой ледовой трассе. И в итоге приехали, как я сказал, к цветку жизни, там, где мы впервые уже в моем сознании столкнулись с людьми, которые говорят, что это за деревья с красной тканью обмотанные. И пришлось объяснять, то есть, вот в чем заслуга Баира Клеменча, это в том, что вот он объясняет простые вещи каждый раз. Его работа никогда не будет сделана до конца. И вот то, что это почти 500 там пионерских галстуков повязано в честь пионеров-героев, ребят, как... Ну, то есть, цветок жизни – это мемориальный объект, посвященный детям, пережившим блокаду и внесшим значительный вклад в то, чтобы эта блокада была снята в итоге. Ну, в общем, первый день он был такой, очень заряжающий. И, собственно, итогом этого дня стал вот этот фолиант. Это очередная работа Баира Клеменча, который вводит и в научный оборот, и в... Я считаю, что это книга для широкого круга читателей. Здесь сводки, в которых рассказывается о том, что пережил Ленинград в плане день за днем, в плане налетов, в плане там обстрелов. И потом, после этой сводки, приводятся фотографии и свидетельства очевидцев. То есть, прямо вот идет сначала фатология сухая, потом иллюстрация. В том числе, эта книжка очень нужна, потому что сейчас опять почему-то в социальных сетях поднимается этот вопрос, не очень хороший, на тему того, что вот оставляли коридор якобы нацисты для того, чтобы в город возить продовольствие, а нехорошие советские люди возили туда снаряды и патроны. Так вот, это все неправда. И в том числе эта книга тоже об этом говорит, и в том числе другие книги, в которых видно в процентном соотношении, что по дороге жизни туда-сюда возили. Это все важно, нужно. И несмотря на ее объем, она очень затягивает. То есть, вот стоит начать ее смотреть. Особенно, если ты Питер любишь, и ты знаешь хотя бы примерно, о чем идет речь. Называется «Железная дождь над Ленинградом». Над Ленинградом, да. У нее есть первая прямо вкладка. Цветная, которую можно вытащить и показать. Вот вкратце. Ленинград, сентябрь 41-го, январь 44-го. Да, что высыпалось и куда на Ленинград. Сумасшедшая работа. Очень важная, повторюсь, очень нужная. И те самые сводки. Описания. Фотографии, описания. Кто ездил с тобой? Кто был в этот раз составить делегации? Поехали сотрудники Одинцовского телевизия. С другой стороны сотрудники молодежного центра. А с третьей стороны поехали бегуны из Одинцова. Которые по старой доброй традиции никому об этом не говорят. И на трассе, например, мы встретили, ну не на трассе, а в стартовом городке, мы встретились с ребятами из Москвы, которые занимаются в таком же клубе, как и я. Они в клубной символике, а не в клубной символике, а во-вторых, поехали ребята из Венигорода, которые участвовали тоже на марафонской дистанции. И это одна из задач, конечно, на мой взгляд, важнейших, чтобы мы, вот как сообщество беговое, Одинцовское, себя начали больше идентифицировать и позиционировать. Но это как бы отдельно. Так что делегация была вот такая. Делегация была интересная. Здесь, помимо книги, медалей, все честно, номеров, еще представлен флаг Одинцовского городского округа. Я знаю, что он был с тобой на протяжении всех 42 километров. Ну это была просто такая очевидная, на мой взгляд, идея, что ее... Не за спиной, на руке. Не просто, да, легко реализовать, но можно реализовать. И этот флаг сначала в стартовом городке я привязал себе к руке. Естественно, через какой-то момент он там перестал держаться. Вот, потому что, и, как сказать, ты разогреваешься, и внешние погодные условия, и прочее, 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 он начинает соскальзывать. В итоге пришлось его основную часть дистанции нести просто в руках. И на финише уже я его развернул и финишировал. Но ты понимал изначально, что это будет достаточно сделать сложно, но, тем не менее, пошел на это. Во-первых, это третий марафон, но для меня. То есть, у меня был московский, я пробежал марафон в Тольятти, и вот теперь я пробежал марафон в Ленинградской области. Во-вторых, понимая, где, с какими сложностями я могу столкнуться, я понял, что, ну, как сказать, такая задача, она мне по плечу. То есть, можно было, конечно, его куда-то спрятать, там какой-нибудь карман, потом доставать. Но, на мой взгляд, было интереснее именно в таком формате. Опять-таки, все видели, что бежит человек, у него флаг там развивается, по крайней мере, его какая-то часть, потом в руке он держит. Опять-таки, я не самый в этом плане страны, скажем прямо, потому что на старте мы увидели десантника, полностью экипированного, к выброске, только парашюта у него не было. И вот знамя ВДВ умчался в кластере А с самыми быстрыми спортсменами и финишировал тоже достаточно быстро. Поэтому на марафонских дистанциях очень часто можно видеть людей, которые какую-то корпорацию военную представляют. Ты представлял Одинцовский городской округ, и это действительно очень здорово. Мы уже с тобой говорили о том, что ты чувствовал в момент старта, а что все-таки находится в голове, находилось у тебя в голове в момент финиша, когда ты финишировал, когда ты прошел 42 километра, когда ты взял уже флаг в руки, он развивался, ты понимал, что все позади дорога жизни. Во-первых, эта дистанция очень сильно отличается, например, от того же московского марафона. Ты бежишь по красивой Москве с неожиданного ракурса, потому что тебе перекрыли там садовое кольцо, и туда попасть не на машине, по-другому нельзя. Но на дороге жизни, как мы уже про это говорили, очень много объектов. И кроме этих объектов стоят столбы, обозначающие километры трасс. И даже если мысли куда-то отъезжают, а они отъезжают обязательно, ты наталкиваешься на очередное напоминание о том, где ты бежишь. И, наверное, есть еще какие-то такие же трассы, которые о себе постоянно напоминают, но дорога жизни, она именно такая. Для меня, по крайней мере. Потому что объектов много, но буквально стартуя от музея, через определенный промежуток разорванное кольцо. Один из главных символов вообще. Через какой-то момент ты бежишь, вот эти столбы идут. Через какой-то момент бежишь, там еще один объект, еще один объект. И вот какие-то деревни. Причем сами жители, они тоже представляют из себя прям вот какое-то мемориальное наследие. Потому что, несмотря на все там проблемы с организацией, которые были, у меня такая прям здоровая злость внутри закипела из-за этого. Но вышел человек, женщина, которая очищала выезд из своего дома, просто вот с лопатой вышла. Она разворачивается, видит, что несется вот эта вот бригада. Поворачивается и говорит, милые мои, здоровья вам, спасибо за то, что вы помните. Обязательно там что-то, что ты еще говорил, неважно. Вот это настолько ненаигранно, невозможно это подменить ничем. И вот в этот момент он, конечно, прям всю, весь какой-то негатив он обнулил. То есть, вот эта дистанция, она такая. Она, безусловно, оказалась очень сложной в силу того, о чем мы говорили. То, что и лед, и каша, и остаток там этой дистанции, он очень тяжело давался. И, в принципе, это было видно по ребятам, которые бежали. Потому что достаточное количество спортсменов он боролось со спазмами просто. Потому что, ну, все, нога раз, и он пошел. Вот, и, ну, увы, это спортивная составляющая таких мероприятий. От этого никуда не деться. Но, поскольку мы буквально день назад там проехали, и я очень четко понимал, где я в каждый конкретный момент нахожусь. То есть, дистанция, она не кольцом, она прямая. И я очень четко представлял, во-первых, сколько осталось. Во-вторых, куда мне вот в это сколько осталось бежать. Я уже понимал, что вот он финиш. А потом эту арку становится видно. Единственное, что в этот момент, конечно, может быть, выбивается. Я не мог себе позволить мусорить на трассе. То есть, так получилось, что на пунктах питания выдавали воду, чай там в стаканчиках, а мусорных баков не было. И я надеюсь, организаторы обязательно это поправят. Но вот, к сожалению, это была еще одна нагрузка. То есть, я не мог просто представить, что вот сейчас я попью, и пластиковая бутылка у меня на дорогу жизни полетит. То есть, весь мусор. Да, мне приходилось его держать в руках. На некоторых фотографиях это видно. Бежать до следующего пункта питания, там на столе это ставить, брать новое, бежать до следующего. Иногда выручали судьи, которые стояли, я видел, что рядом там есть какой-то мусорный бак. Я подбегал, просил, выкини. И то же самое произошло на финише. То есть, на финише уже таких пунктов питания не было. Там стояли болельщики, которые говорили, что вы уже молодцы, там 200 метров. Я говорю, возьми, пожалуйста, потому что мне сейчас надо финишировать с вагом. Я не хотел бы это делать еще и с мусором в руках. Но все с пониманием относились, как бы забрали все. И я уже просто с флагом набежал. Что в планах? Хочется ли, чтобы сообщество, Денцовское сообщество любителей бега росло и таких энтузиастов, как ты, становилось все больше? В планах сделать несколько пробных символических забегов в Одинцово. Конечно, очень бы хотелось, чтобы... Но уже один был сделан в Звенигороде. Да не только один, но мне бы хотелось, чтобы... Такой тест-тест. Да, чтобы у нас такие дистанции тоже появились. С одной стороны. С другой стороны, это все-таки не самоцель. Марафон, это очень серьезно. То есть, это прям, ну вот... Для любительского бега это одна из самых серьезных дистанций. И для того, чтобы в Одинцово любителей бега становилось больше, а тем более, чтобы в рамках наших вот этих вот забегов появлялись какие-то мемориальные вещи, нужно, чтобы с одной стороны, мы, конечно, занимались популяризацией, с другой стороны, чтобы были доступные вещи. Вот типа забега обещаний, когда ты бежишь всего там два километра. Два километра – это та дистанция, которую ты действительно можешь осилить, даже если, в принципе, ты бегал очень давно или не бегал вообще. И пройдя которую, можно прийти к выводу, что, а почему всем остальным это дается так легко? А мне это дается вот с таким трудом. Найти, наконец, тренера, найти группу единомышленников, которые тебе помогут ощутить вот это состояние полета, состояние легкости. И более того, я скажу, что я был очень удивлен. То есть, соревновательный момент на этой дистанции, он, безусловно, для меня ушел на второй план. Во-первых, потому что это физически тяжело было. Во-вторых, потому что я очень переживал за ноги, что на этой дистанции я просто могу получить травму. И поэтому я бежал очень, ну, как сказать, очень осторожно. Но при этом я увидел несколько спортсменов, которые бежали так, как хотел бы бежать я. То есть, это не элитные бегуны, а это вот именно бегун-любитель. Но он бежит настолько экономно, настолько красиво, настолько технично. Я понимаю, что да, вот это ближайшая моя зона развития. Это прямо без дураков видно, что человек очень качественно бежит. И если в Одинцово наши граждане, наши жители будут видеть, что это возможно, что я могу так же, что у меня тело может так работать, то это принесет, я уверен, и мемориальные забеги, и дистанции, и какие-то даже рекорды. Андрей, спасибо тебе за интересную беседу. На доброе здоровье. Вы смотрели программу «Специальное интервью». Оставайтесь на нашем канале. До свидания. Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова Субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова